МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель начальника отдела прокуратуры Тверской области по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Ирина Валерьевна, добрый день. Михаил Владиславович Лебедев, заместитель начальника управления наркоконтролю МВД России по Тверской области. Михаил, здравствуйте. И Александр Валерьевич Лукьянчук, руководитель Тверского регионального отделения Всемирного русского народного собора, заместитель председателя общественного совета Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области. Александр, здравствуйте. Уважаемые друзья, сегодня вновь будем говорить о противодействии нашего общества наркотикам. Недавно в Тверской епархии состоялся круглый стол. Обсуждали, как уберечь наших детей и подростков от приобщения к наркотическому зелью. Там прозвучали такие цифры. На сегодняшний день более 30% осужденных, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях Тверской области, сидят за... под 228-й статье. Это либо употребление, либо распространение наркотиков. Среди осужденных очень много женщин, причем разных возрастов и профессий. И опять же таки, в прошлом году в местах лишения свободы находилось 11 подростков. Сейчас СИЗО одна несовершеннолетняя. Это 17-летняя девушка, которая, по словам начальника ОФСИН России по Тверской области Александра Кузьмина, который выступал на этом круглом столе, до сих пор не понимает, как могла оказаться за решеткой. Давайте мы начнем разговор с того, молодежь встает вот на эту преступную наркодорогу, не понимая, что делает. Или четко представляет себе последствия. С кого начнем? Александр, давайте с Вас как представитель общественности. Спасибо большое. Ну, я хотел озвучить эти цифры в полном объеме. Еще раз повторимся, как говорится, для того, чтобы было понятно. Но 2 февраля мы инициаторами круглого стола был Всемирный Русский Народный Собор, как главная религиозная общественная организация России, руководителями которой является святейший патриарх и президент Российской Федерации. Основные принципы работы и цели собора – это демография, вопрос демографии и народосбережения. Как раз в части народосбережения касалось вопрос, как уберечь детей и людей от пагубных привычек, деструктивного воздействия социальных сетей, которые сегодня оказываются. В данном случае круглый стол предусматривал экспертную оценку и высказывание мнений всех заинтересованных в этом вопросе по борьбе с наркозависимостью и распространению наркотических препаратов сторон. Присутствовали представители наркоконтроля, представители отдела ОВД по работе с несовершеннолетними, комитет образования города, общественники, депутаты, а также Юлия Саранова присутствовала как депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам молодежи Российской Федерации. Дополню, что представители спортивных, спорта, кто уже приходил сюда же за этот круглый стол. Конечно. Президент Федерации бокса Рубузов Александр, Бржевский Станислав Бодибилдинга, священники, которые занимаются в том числе и молодежью, работаясь с молодежью, реабилитацией уже наркозависимых и алкоглозависимых. Ну все стороны, да, все же были представлены. Вот поднимался комплекс вопросов. В частности, хотелось бы сначала озвучить цифры. То есть, как представитель УФСИНа, я вот скажу, что у нас получается. Наконец, в 2021 году по статье 228, часть 1, 2, избытия распространения наркотических препаратов, было осуждено 2219 человек, что составляет, да, больше 30, а если более точно, 32% от общего числа осужденных, отбывающих наказание в системе Тверской области. Из них в возрасте от 20 до 25 лет 290 человек, и в возрасте от 26 до 30, у нас 420 человек отбывали наказание. И в следственном изоляторе содержалось 11 несовершеннолетних, не достигших соответственно совершеннолетнего возраста. Цифры печальные, цифры прискорбные. Но вот понятие, допустим, у нас, как общественного совета, и мы четко очень для себя это понимали, когда организовывали непосредственно этот круглый стол, вот не хочется быть просто статистами, чтобы озвучивать эти цифры, хотя они на самом деле ужасающие, да. Хочется вести какую-то работу и привлекать все гражданские институты нашего общества, для того, чтобы помимо людей, которые узкопрофильно занимаются этой борьбой, представителей силовых структур, чтобы еще и общество четко понимало всю ответственность за результат, результат воспитания детей. Это наше завтра, наше будущее, наше поколение. Да, Саша, я перебью. Ответственность, понимая общество, уважаемые друзья, вот на ваш взгляд, сейчас есть вот это вот отторжение общества, чтобы все слои общества, все институты общества отторгали, что этого делать нельзя, это плохо, это вредно для здоровья, это преступно. Вот, Ирина Валерьевна, по-вашему, есть такое вот сейчас, чтобы вставало войной общество, по-вашему? Или этого бы не было тогда зла этого, если бы общество так себя позиционировало? Наверное, не в полной мере все-таки есть противопоставление большей части общества этому злу, потому что, по факту, статистика и, наверное, более продуктивно работают вот как раз криминальный преступный элемент, который удается втягивать в эту сетку, систему, которую детей просто затягивает туда, и молодых людей. Они хоть, конечно, не дети физиологически, да, а потому что ответственность на 16 лет, 18 лет, но даже в 20-25 лет нет полного жизненного опыта, восприятия, жизнекритической оценки. Может, где-то недостатки воспитания в семье, не хватает каких-то досмотра родительского, правильный ориентир в жизни на более спортивные ценности, да, занятие, досуг дополнительно, помимо школы. Может быть, упущение со школьных скамьи имеет точки зрения, потому что школа только требует-требует вместе с тем, а вот, ну, впоследствии, к сожалению, недостатка внимания к молодежи, оно оборачивается вот привлечением к главной ответственности. Ну да, да, вот, что школа, по школе мы потом продолжим. Я хотела сказать о том, что, может быть, не понимают. Вот Александр привел цифры от 26 до 30 лет, большая часть, 420 человек. Ну, с 26 до 30 лет, ну, ты что-то соображаешь, это даже уже такая поздняя зрелость, вернее, поздняя молодость, я бы сказала. Ну, вот давайте мы этот вопрос немножко шире раскроем, да, почему мы этот вопрос обсуждали. У нас же три контекстных, да, понимания. Это воспитание в семье, потом воспитание в школе, а потом человек уже идет в мир, ну, в социум, назовем это, грубо, конечно, звучит, но тем не менее, уже социализированным человеком с воспитанием, с неким квалификационным цензом, который он готов применять. Вот что здесь получается? Вот смотрите, закончил человек школу. Мы это обсуждали, давайте еще раз обсудим, чтобы все это было понимание этой ситуации. Поступил в колледж. Вот колледж теперь совмещает и профессионально-техническое образование, и среднеспециальное образование. То есть там получают либо люди рабочую профессию, либо становятся технологами. Ну, это как раньше ПТУ, да, если ты... Это как техникум. Это уже техникум. Если раньше с 9 по 10 было, то теперь же они после 10 класса, да, они уйдут и ходят. Могут заканчивать общеобразовательную школу в 11 классе? Почему мы... Могут после 9 уйти? Все правильно. Почему мы рассматриваем высшие учебные заведения, как институты, университеты и так далее? Потому что там совсем другой уровень стипендий все равно рассматривается. А стипендии колледжа просто можно озвучить. Вот стипендия колледжа составляет для студентов 540 рублей. Социальная стипендия составляет от 600 до 800 рублей. Она варьируется в зависимости сирота, например, ребенок давнего, обоих родителей нет, соответственно, это будет максимальная ставка социальной стипендии. Либо кого-то из родителей нет, допустим, это 600 рублей. Но при условии, если студент учится на тройке, то он получает только социальную стипендию. Он 540 уже не получает. И еще один очень важный фактор. Общежитие стоит от 480 до 500 рублей. Это общежитие, да? Это общежитие. А не все могут жить, да, у родителей? Не все могут жить у родителей. Человек приехал с области, например, да, он хочет учиться, он хочет добиваться чего-то, получать какую-то специальность. Вот он получил 540 рублей стипендию. Заплатил 480 за общежитие, у него осталось 60 рублей на два проездка в общественном транспорте. Тема для обсуждения. Мы сегодня, мы к этому обязательно, Саша, вернемся, мы от этого будем плясать. Михаил, а ваше видение? Вы занимаетесь непосредственно, задерживаете людей, которые вот только что, они занимаются закладками, понимают, соображают, на что идут? Или вот такое вот невидение, типа, ах, мы не знали, мы думали, мы заработаем свои 20 тысяч, 50 мамин подарок. И все, и следим с этого. Отвечу так, что все лица, задержанные органами правопорядка за совершение сбыта наркотиков, неважно, какой вид они сбывали, были осведомлены заранее о том, что они занимаются противоправной деятельностью. То есть, вот так вот слепую этим заниматься просто нельзя, да? Прежде чем стать так называемым закладчиком, с потенциальным преступником, скажем так, да, проводится определенная работа лицами, которые вовлекают его в незаконный оборот наркотиков. То есть, испытательный срок? Ну, не назовем это испытательным сроком, но в различных интернет-приложениях, где публикуются такие объявления, да, либо через мессенджеры, если существует массовая рассылка, с человеком ведется беседа, дистанционно, естественно, не лично, где ему, в принципе, объясняется, что он должен делать, какие условия он должен выполнять, какие задания он должен, да, выполнять, как это оплачивается. Ну, и, естественно, разъясняется про меры безопасности. Поэтому тут это говорит уже само за себя. Органами наркоконтроля в 2021 году было выявлено порядка тысячи наркопреступлений. Задержано 327 лиц за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 32 иностранных гражданина. И, возвращаясь к началу нашего разговора, хотелось бы отметить, что 11 несовершеннолетних. А вот эти вот 11 несовершеннолетних, может быть, о тех, о которых мы говорили в начале. А, Михаил, я сейчас предлагаю нам ненадолго прерваться, потому что мне уже показывают рекламу, нам нужно показать рекламу. Возвращаемся в студию через несколько минут. Звоните 300-190. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире. Тема дня 300-190, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня говорим о том, как обезопасить детей и подростков, жителей Верхнего Ужья, да, наверное, всей страны, потому что, наверное, вопросы, которые мы обсуждаем, это характерно для всей России. От наркотического зелья говорили о том, Михаил, что сколько преступлений удалось раскрыть в 21 году сотрудниками наркоконтроля только свыше тысячи, да, 327 задержанных. И из них 11 подростков. Там мы говорим, что взрослые есть. Давайте мы еще раз. Наша задача в чем? Многие спецы, вы уже об этом говорили. Да мы будем говорить об этом еще и 50 раз, пока мы как-то не сдвинем ситуацию. Еще раз напомним жителям региона, с какого возраста наступает ответственность. 11 несовершеннолетних было задержано, и наверняка дети думали, с нас взятки гладкие. Мы ни за что не отвечаем. Тем более, что это закладки. А что такое закладки? Да ничего, мы же никого не убили. Что можем сказать? Можем сказать в плане правового просвещения, да, дополнительно, чтобы до каждого эта информация дошла до суда и осознания. Именно что уголовным законом ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств наступает с 16 лет. Поэтому подростки оказываются привлечены к уголовной ответственности. Они с этим зельем связываются и встают на преступный путь. А вместе с тем, закон очень суров на данном направлении, и санкция статьи за даже приобретение наркотика для себя, хоть это пагубно влиять на здоровье, но каких-то критически отсутствует оценка ситуации у потребителей, и они все-таки приобретают наркотики. Даже для приобретения для себя наркотических средств, зависимости от размера этого наркотика, наказание в виде лишения свободы. И максимальное до 15 лет, зависимости от массы. Для себя, даже для себя. Для себя даже, да? Даже для себя. Мы уже не говорим об организованных преступных группах, если попадают на скамьи подсудимых, то там вообще уже это может быть до пожизненного лишения свободы? А сбыт наркотических средств, очень распространенное преступное деяние, которое мы рассматриваем дела, в судом рассматриваются, наказание исключительно судебной практикой. Ведь реального лишения свободы, судебная практика нашего региона достаточно сурова по сравнению даже с соседними регионами. Даже не во всех регионах такое? Не во всех регионах. Москва более гуманно является в данном вопросе. У нас-то очень строго ответственность привлекается. И надо понимать тем лицам, которые стоят на этот преступный путь, о том, что сбыт наркотических средств, это не просто встретиться с человеком, передать из руки в руки пакетик с наркотиком. Так распространенный термин «заклад», который сейчас употребляется везде, в средствах массовой информации, и в кругах специфических, и правоохранительный орган этим термином пользуется. И законодатель тоже учел эту практику, преступную. И, соответственно, сбытом является не только передача наркотика, но и опосредованная. И доведение до потребителя информации о месте ее нахождения. Доведение информации. Это, как правило, по спрямлению мессенджеров все это сейчас осуществляется. И когда лица задерживаются, у них изымаются все эти многочисленные телефонные аппараты, сим-карты. И в этих электронных носителях очень много информации о том, что эти лица, к сожалению, не попались на первом своем преступном опыте. Потому что есть фотографии, заклады, которые они переправляют своим соучастникам. Это является доказательством их причастности. Но за прошлые грехи привлекать ввиду гуманизма нашего уголовного закона мы не можем. Поэтому привлекаем по факту за конкретно совершенное деяние, на котором он попался. Человек, который ищет эти закладки потребителя, вот то, что мы и говорим, еще раз скажем, вот я получил информацию, я заплатил деньги каким-то им ведомым способом и пошел копать. Вот я докопался, меня взяли. Вот, как вы и говорили, уголовная ответственность за незаконное приобретение. Я для себя. За приобретение наркотического средства. То есть, таким образом, не будет потребителя, не будет сбытчиков. Спрос рождает предложение. Вопрос такой, как ограничить, потому что мы говорили, и постоянно об этом говорят, люди, подростки, те же самые, информацию о наркотиках получают через какие-то социальные сети, через какие-то, да, вот специфические сайты. Как ограничить доступ к этим сайтам? Есть какая-то наработка, Миш? Ну, во-первых, государственной стратегии антинаркотической политики до 2030 года, утвержденной президентом, одной из задач данного документа является формирование отрицательного отношения общества к наркопотреблению. Это первое. Второе. Для блокировки противоправного контента нами за истекший период в Роскомнадзор для досудебной блокировки было направлено порядка 50 информаций, в отношении 50 сайтов, более 50 сайтов. Это как раз те самые сайты, которые предлагают? Да, на которых организовано предложение тех или иных видов наркотиков. Что касается ограничения, в частности, да, мы рассматриваем вопрос работы с несовершеннолетними, то тут важно понимать, какой контент смотрит ребенок, с чем он работает в своем мобильном телефоне. очень важно понимать, какое окружение. У несовершеннолетнего мы говорили об этом на встречу уже, да, я в частности об этом уже говорил на встрече в епархии, о том, что у нас многие родители, они даже не знают круг друзей. Часто в семьях эти дети не бывают дома. То есть с кем-то пошел, ну, я пошел с таким-то, таким-то, пойду погуляю. Во-первых, если ребенок уже вовлечен в незаконный оборот наркотиков, эта информация может быть ложной. Если родители не знают компанию, если они не знают, чем занимается их ребенок, если, допустим, люди более старшего возраста, ну, как бы, менее подвержены вниманию со стороны родителей, то вот несовершеннолетние, и у родителей есть обязанность по воспитанию несовершеннолетних детей, которые в том числе включают и контроль за их поведением. Так, это говорит о том, что, вот как мы постоянно повторяем, что здесь уже вот это неприятие к наркотикам нужно уже, наверное, даже не со школьных лет, а с детского сада. Вот, кстати, вот, Саш, еще раз повторим, в то же время стипендия, сумма стипендий, человек получает стипендию, он учится на 4-5, он выполняет свои обязанности перед обществом. Давайте вот рассмотрим ситуацию еще раз немножко вернемся в сторону к школе. Вот Михаил Владиславович в половину абсолютно сказал, сто процентов, что родители должны в первую очередь как в семье обращать внимание своих детей. Во-первых, какие они девайсы приносят с собой, если у них дорогие сотовые телефоны, непонятно откуда взявшиеся. Ну, семья, да, допустим, едва конца с концами сводит, что вдруг. И вопрос, что я говорю, поменял на фантики от жвачек, это не работает абсолютно. Здесь нужно насторожиться, первый вопрос. Да, второй вопрос, очень важное окружение, третий, это какой непосредственно контент потребляет ребенок, общаясь в интернет-пространстве, но это, наверное, более сложнее узнать. Ну, вот мы вопрос подходили к какому, на круглом столе, в том числе обсуждали с представителем комитета образования. У нас существует два, в общем-то, предмета в школе, это основа безопасности жизнедеятельности, а есть и слознание. Вот основа безопасности жизнедеятельности может предусматривать определенный лекторный час для учеников, на котором будут, во-первых, дана вводная информация о наказании за это деяние, да, если распространение производится. А также обязательно на классных часах со всеми родителями это проговаривать, на что они должны обращать внимание в поведенческом факторе своих детей, в визуализации их внешнего вида, что ли там изменилось и так далее, и так далее, и так далее. Второй момент, уже для среднеспециальных учебных заведений, это проведение определенных лекториев на предмет естествознания, где также будет даваться эта вводная информация. А теперь касаемся, вот ребенок закончил школу, да, получил всю эту информацию. Я еще раз говорю, давайте рассмотрим многородник. Вот приехал человек, он хочет учиться, парень, он хочет учиться, добиться, получить специальность, какую-то профессию. Вот он получил стипендию 540 рублей, отдал 480 рублей за общежитие, осталось 60. И сколько у нас? 60 рублей за шубей. На два раза проехать. Два раза проехать, да, вместо учебы и обратно. Куда он идет? Конечно, устраиваться на работу. Сначала он идет устраиваться на работу, искать работу. А как он может найти работу, если у нас не существует благоприятных трудовых условий для молодежи? Во-первых, если он очник, как он будет работать днем? Он может только работать либо на выходных, либо после учебы. Это крайне тяжело. Во-вторых, это труд неквалифицированный, соответственно, не каждый его может предоставить. И вот, пожалуйста, уже показывали это, еще раз покажем, специально заретушировали вот эту вот ссылку на канал менеджера. Причем, я скажу, это даже не только на заборах, уже на самих учебных заведениях. На самих учебных заведениях, на продуктовых магазинах просто работа 10 тысяч рублей. 10 тысяч. Саша, прерву, у нас телефонный звонок, говорите в эфире. Добрый день. Вас зовут Канк. Вот сейчас, Евгений. Евгений, да, ваш вопрос. Да, я хотел бы спросить номер телефона, если вот так вот ситуация такая возникнет, куда обращаться? Куда обращаться? Вы сталкивались с такой ситуацией, Евгений? Вы видели, как делают закладки? Нет, я этого не видел. Ну, как бы, есть подозрения, но хотел бы иметь запасе телефон. Пока вы у нас на связи, ваше мнение, какой самый эффективный метод, чтобы уберечь наше подрастающее поколение от этого? Вы знаете, сейчас для них, конечно, много всего дано. Хотелось бы, конечно, общественность, школа, семья, она мало влияет на это. Скорее всего, воспитывают больше улицы. Они друг на друга смотрят, и такие моменты, конечно, родителям в школе не посмотреть. Да, вот, к сожалению, часто мы говорим о том, что у нас правоохранительная система часто оказывается в роли догоняющих, а эти идут как-то на полшага вперед. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Наверное, сейчас ответим на ваш вопрос. Евгений спрашивает. Так, еще раз давайте повторим, куда звонить. Самый простой телефон 112. Когда, в каких ситуациях звонить? Когда вы видите, что подозрительная машина, что что-то там закладывают? Или когда вот люди копаются, потому что часто люди говорят, мы выглянем в окно, у нас в чистом поле, только, извините, одни задницы торчат, копают? Гражданин вправе обратиться в любом случае в органы правопорядка, если он считает, что в отношении кого-то или в отношении него совершается противоправное действие. Здесь вопрос, что если есть подозрение, можно обращаться, звонок будет отфиксирован, оперативные службы полиции прибудут на место, данные информации будут в дальнейшем. Время пребывания, то есть на это отреагируешь сейчас же? Да. Немедленно? На ряды наружных служб отреагируют, да, и полицейские прибудут на место для организации дальнейших мероприятий. Самим можно какие-то действия предпринимать, угрозы или что-то, или хватать за руки и валить на снег? Самим лучше такие действия не предпринимать. Люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, даже люди, кто занимается, скажем так, сбытом наркотических средств либо психотропных веществ путем организации тайникового закладок, они зачастую сами наркопотребители, поэтому лучше не подвергать себя из своих близких опасностей, а спокойно информировать органы правопорядка. Ирина Валерьевна, в прокуратуру когда нужно обращаться? Вот имеет смысл по таким вот вещам? Если как-то не реагируют на ваши просьбы сотрудники полиции, или то же самое есть такая информация, и обращаться можно по любому поводу? Наверное, более эффективно и действенно, для того, чтобы это был экстренный мер предпринят, здесь и сейчас, это все-таки обращаться к сотрудникам полиции. Полиция непосредственно. И непосредственно, наверное, если поступает звонок в дежурную часть, Михаил, то наркополицейские будут же обладать этой информацией. Да. И вы задерживаете же тоже по оперативной информации. Я думаю, что Евгений получил ответ на свой вопрос. Саш, продолжим. Итак, у нас появляются вот эти надписи. У нас появляются эти надписи, соответственно, ну, тот же самый студент, который понимает, что у нас есть вообще две категории студентов. Я считаю, что есть две категории молодежи. Первая категория, она идет на этот тяжелый путь, ну, на такую, скажем так, кривую дорожку, это назовем, он так прочитал вот это вот объявление и получает, потому что ему просто нечего есть. Ну, извините, просто нечего есть. Он умирает с голоду, все, ну, как он себя может покормить? Он работу себе легальную не нашел, официально, он никому не нужен. Стипендии ему не позволяют это сделать. Родители ему помогать не могут. Соответственно, вот происходит эта ситуация. Вторая ситуация, когда все хорошо, но не хватает драйва, не хватает вот таких остроты ощущений. Определенная компания, которая создает стереотип, что модно, что не модно, что хайпово, что не хайпово. И пример массы, когда с высшим квалификационным цензом сидят люди, получившие высшее образование, на наркотиках, потому что это модно. Вот я вчера была в исправительском экономике 10, это недалеко от Васильского, мхамометиза, в той стороне. Человек сидит второй раз, ему 27 лет. Он без труда, житель, кстати, уроженец нашей Тверской земли, без труда он поступил в Московский авиационный институт, в МАИК. Для многих это просто предел мечтаний. Хотел стать создателем реактивных двигателей для самолета, для космоса осваивать. И подсел там на наркотики. И спокойно так говорит, а почему, я спрашиваю его, а потому что так вот легче вот мне было вот так вот сдавать экзамены, перенапряжение мозга было, совершенно неглупый человек. Сейчас он находится там повторно в местах решения свободы. Сначала за употребление получил два года, получая высшее образование в столице. Может быть, его к осуждению два года дали. Москва, так как она более лояльна. Сейчас уже 8,5 лет. Это уже за закладки. То есть он пошел дальше, ему надо было те же самые деньги на наркотики 8,5 лет. Значит, где-то общество не отработало на какой-то стадии. И ведь только вышел, он сам председатель, он только вышел после первой отсидки и сразу же, сразу же встал. Мне хотелось, я продолжал тот же образ жизни. Вот, Ирина, давайте еще резюмируем, да, вот эту первую часть. Вот очень важно она резюмирует тебя именно. Что касается школьников, это, конечно, спорт. Это спортивные федерации, которые должны их курировать. Я еще раз говорю, тренер, второй педагог. Это второй отец, если хотите, для многих, особенно многие без отцов. Тренера это авторитет. Вот мы с Александром общались, с Станиславом общались. Ну, в этой студии мы неоднократно говорили об этом. О том, что спортивное воспитание дает очень многое. Это касается, например, школьников, да, это очень важно это сделать. А что касается студентов, вот четкое мнение, абсолютно, и понятно, что на местном уровне тяжело это сделать. Студент, который учится на четверке-пятерке, должен получать стипендию в размере МРОТа. Минимальный размер оплаты труда. Потому что это труд, это работа. Он работает, если его специальность нужна государству, если на нее есть заявки, если, в принципе, набор идет по этой специальности, он должен получать минимальный размер оплаты труда. Чтобы, извините, как не банально это звучало, но самый легкий способ зарабатывания денег это хорошо учиться. Ну, это да, это хорошо учиться. Как мотивационный фактор. Хотя, я скажу, что заниматься спортом, учиться петь, плясать, танцевать, играть на музыкальных инструментах с детства, это тоже большая работа. Ну, когда еще получаешь стипендию, на которой можешь как минимум хотя бы прожить. И вот вопрос о пушкинских картах. Очень хорошее дело ходить в театры, в музеи, в кино и так далее по этой карте. Но лучше еще хорошо, чтобы были бесплатные проездные для студентов. Например, это тоже очень актуальный вопрос. Но бесплатные проездные это в силах наше законодательство решить региональные законодательства. Здесь, наверное, не надо ждать решения от Москвы. Скорее всего. То есть у нас вопросы, вот так у нас есть телефонный звонок, может быть, какое-то будет предложение. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Ольга Ниловна. Хотелось бы тоже на эту тему. Да. Ну, во-первых, говоря о том, что учащиеся получают стипендию, ведь очень многие просто платят за учебу. И поэтому им приходится и за это нести огромные расходы. Поэтому нужно, конечно, предлагать, и было сказано, возможность реально заработать деньги честным путем. Поэтому в ряде учебных заведений существуют службы занятости для молодежи, но как-то не очень афишируются. И действительно хочется быстрее заработать и сразу много денег. Поэтому вот эта проблема занятости молодежи, мы много говорим о волонтерах, это, ну, святое. Но это ребята работают бесплатно. А для того, чтобы пополнить свой кошелек, нужны реальные деньги. Второе, наверное, вот этот драйв и адреналин, который испытывают часть молодежи для того, чтобы участвовать вот в этих своеобразных приключенческих историях. Здесь вот нужно, конечно, развеять миф и дать возможность получить адреналин другим способом. то, что касается вот телефона, должен быть телефон доверия, потому что не каждый будет звонить 021112 и называть свое фамилии, имя, отчество, год рождения и так далее, для того, чтобы потом быть втянутым в какую-то неприятную историю. Поэтому многие просто держатся в стороне от того, даже что видят. Ну, а то, что касается надписей, вот, пожалуйста, улица Горького, недалеко от вашей конторы, пристройка технического университета, там регулярно появляются надписи в соответствующем содержании и до сих пор они есть. То есть в течение года могут быть не заштрихованы тем же руководством учебного заведения. Ольга Ниловна, кто, по-вашему, это должен делать? Руководство учебного заведения это должен делать? Конечно, хотя бы обходить кругом свое учебное заведение и увидеть, что такие надписи есть. Это все равно, наверное, как дворнику убирать тротуар, да? Конечно, конечно. То есть вот эта наглядная псевдоагитация, она тоже во вред. Плюс еще у нас есть на нашем отрезке Горького, это самое начало, сожженный остов машины, который тоже служит неизвестно для чего и для каких целей. До сих пор он не убран. Уже второй год стоит эта машина на проезжей части и ее не убирают. То есть знаете, вот таких закладок, которые ботаники копают на газонах, но есть еще и другие места. Поэтому должно быть неравнодушное население и плюс, наверное, нужно гораздо шире смотреть на эту проблему, потому что, наверное, ну, извините меня, врагов никто не отменял у Отечества. И если будет таким образом убрано наше молодое поколение, то какое будущее будет завтра для нашей страны. вот с этих позиций надо, наверное, в первую очередь смотреть на эту проблему. Спасибо вам. Спасибо за вашу гражданскую позицию, Ольга Ниловна. Я только вот хотела сказать вот то, о чем мы говорили. Телефоны доверия, Михаил, ведь существуют в полиции, да, и в прокуратуре существуют телефоны доверия. Наверняка люди могут позвонить и сказать, да, то, что Ольга Ниловна говорила. Если кто-то не хочет говорить анонимно, можно сообщить. Михаил Владиславович, а существует какая-то ответственность за вандальные надписи, которые содержат в себе деструктивный контент или противоправные какие-то административная ответственность, предусмотренная кодексом административных правонарушениях, безусловно. Отвечает кто? Тот, кто содержит это здание? Согласно требованию законодательства отвечает собственник здания или лицов, в чем управление находится данное здание. И регулярно выносится требование о том, чтобы занимались закрашиванием данного противоправного информационного контента. Но есть практика, что кого-то наказали? Привлекаются к административной общественности, конечно. Это штраф? Да. Чтобы просто поактивнее работать? Здесь должно понимание быть общества, что это проблема, с которой нужно бороться всем сообщать. Но есть фасад. Возьмите кусок фрагмента этого фасада, пожалуйста, вот есть Леруа Мерлен, любые другие строительные магазины, тебе скалируют ровно такую же краску, которая на 98% будет соответствовать оригиналу. И можно просто каждый раз это закрашивать и всё. Это не является никакой проблемой. Нужно просто понимать руководством ТСЖ, жилищно-коммунальных хозяйств, собственников помещений, что это нужно делать обязательно, обязательно форму. А я ещё, знаете, о чём подумала? Что вот мы говорим сейчас о том, что общество должно как-то отторгать, да, вот отторгать то, что происходит. Что наркотики, это не жизнь, как мы всегда говорим, это смерть. Но когда определённая часть нашего общества с экранов телевизоров и центральных каналов говорит, что это всё нормально, что работать можно, не работать, а можно там что-то там, лёжа на диване, получать свои дивиденды и радоваться жизни, быть миллионером, что вот посмотрите на меня, я вдруг стал миллионером, ребята тоже ни в какие вороты. Это мы обсуждали уже много-много раз. Был вопрос цензуры по центральному телевидению, которое идёт, кто рекламирует, какая идёт реклама, что в этой рекламе содержится. Вот я сегодня слышал, например, в очередной раз, что на Моргенштейна завели очередное дело, потому что в его татуировке присутствует лист марихуаны. Я это слышал сегодня по радио, лично сам. Понимаете? Сейчас-то я сам визуализацию, визуально показывает, значит, это все. Вопрос в другом, что молодёжь не смотрит телевизор практически. Да, молодёжь смотрит социальные сети. которые несут в себе деструктивный контент. Сто процентов их никто не контролирует. И мы понимаем, что их контролировать. Это невозможно. Как это сделать? Как объять, необъять? Регистрация по аккаунтам, по паспортам, наверное, я представляю, поддельное количество паспортов, по которым будут регистрироваться эти поддельные аккаунты. То есть этого, понимаете, мы не успеваем за этим. Нужно понимание просто общества, что с этим нужно бороться всем. В первую очередь родителям. Дома у себя проверять, чем занимаются их дети. Но в первую очередь интересоваться. Да, я согласна. Ирина Владимировна, вот ваше мнение, это все-таки на первой ступени вот этой борьбы и воспитания это все равно семья? Я полагаю, не только являюсь сотрудниками председателя прокуратуры, но и матерью, конечно, что вообще, в принципе, в первую очередь, конечно, это все семьи идет. Создание правового поля, осознание ребенка, вкладывать здоровые ценности, увлекать его дополнительными занятиями помимо школы, чтобы меньше свободного времени, меньше думать о глупостях. И, соответственно, будет у него подбираться в этой связи и окружение соответствующее, которое будет увлечено другими, более здоровыми ценностями, спортом, культурой. И всегда будет пласт населения, который будет отторгать, да, может быть, ввиду нигилизма своего. Может быть, да, нигилизм был всегда и он всегда будет. Вот нужно своего ребенка и стараться огражать вот этого. Ну, вот вы, вы как мама, вы работающий человек, у вас есть стабильный заработок, да? Вот, по-вашему, у вас дети занимаются, доступно эта тема? Доступно. Доступно сейчас? Доступно. Моя дети занимаются, в том числе и бюджетных организаций. То есть, это можно на этом не заморачиваться, где взять деньги, чтобы ребенок хотел заниматься в этой секции? Да, может быть, действительно необходимо более доводить до сведения как бы населения о том, что имеются бесплатные, безвозмездные занятия муниципальных образовательных частей. Побольше возможно, да, говорить об этом. Александр был в прошлый раз Арбузов, он сказал, у меня все занятия бесплатные, во всех своих секциях. Бесплатно, он четыре раза это повторил. Это очень важно. Возможно, да, возможно, здесь и наша недоработка, и мы об этом будем говорить, как доносить правовую информацию о том, с какого возраста начинается уголовная ответственность, и что несут за вот эти закладки ответственность все. И кто закладывает, и кто их раскапывает. Да, потому что на круглом столе же был простой пример, который был приведен руководителем Синпетерской области, что девочка сказала... Вот, 17-летняя вот эта девочка. Да, 17-летняя девочка, которая связалась с более старшим, скажем так, с молодым человеком, который этим занимался, сказал, да тебе ничего не будет, не переживай. Его слов было достаточно для того, чтобы она уже не переживала, что за это ничего не будет. То есть полное отсутствие информации. Миша, вот когда задерживаете таких вот людей, какие истории слышите? Это тоже, это способы зарабатывания денег или вот это какой-то вброс желания потопить нашу страну, если приезжают из-за рубежа закладчики? Любая цель заканчивается зарабатыванием денежных средств. И основной целью, которой руководствуются хозяева наркомагазинов, это преступное обогащение. Потому что те же самые закладчики, они не представляют для руководителей наркогруппировок никакой ценности. Они работают с ними дистанционно и, к сожалению, после их задержания на их место придут другие. И даже если в том или ином нелегальном интернет-магазине либо в мессенджере приходит сообщение о том, что мы проинструктируем вот тебе правила безопасности, которые тебе позволят избежать уголовной ответственности, то после задержания это заканчивается тем, что лицо, совершившее преступление, привлекается к уголовной ответственности. И это становится его проблемой, проблемой его родственников. Ну и заканчивается судимостью, которая будет сопровождать его всю жизнь. Я еще хотел отметить, что очень важно при борьбе с незаконным оборотом наркотиков, при борьбе с вовлечением, в том числе несовершеннолетних, в незаконный оборот наркотиков, это раннее выявление. В образовательных учреждениях, естественно, такая работа ведется и тестирование определенное психологически проводится. Но вот заслуживает внимания практика тестирования учащихся при медицинских осмотрах в образовательных учреждениях на предмет потребления наркотиков. Кстати, на это нужно разрешение родителей? Да, разрешение родителей на это нужно. По-моему, до 15 лет. И что я хотел отметить, что специалистами, психиатрами, наркологами проведено более тысячи, 9 тысяч исследований значит, по данному направлению деятельности и более тысячи человек отказалось. Значит, 67% приходится на несовершеннолетних в 13-14 лет, 33% на детей в возрасте от 15 до 18 лет. Отказались, потому что знали за собой грешок? Ну, это или не разрешили родителей? Добровольно, скажем так, законодательно закрепленной норме об обязательном участии в данных мероприятиях нет. Поэтому родители приняли такое решение. А вообще, по-вашему, обязательно нужно такое закрепить в школах? Или это нарушение прав ребенка? Данный законопроект рассматривается в настоящее время. Тут есть ряд моментов, которые необходимо учесть, что при положительном тесте нужно понять, что с этим делать дальше, чтобы ребенку в дальнейшем не сломать жизнь. Но вместе с тем, вы представляете, если в классе будут выявлены несколько наркозависимых лиц, они же в любом случае втянут остальных детей или могут втянуть остальных детей. незаконный оборот наркотиков. Ну, это надо же, конечно, время пресекать, как вы пресекаете, когда вы вот эту цепочку закладочную хотя бы кого-то наубираете, понимаете, что это гидра. Ты отрубаешь одну голову, две головы вырастают. Но здесь тоже что-то нужно делать. Правильно, нужно с разных сторон как-то вести наступательную борьбу. В 21-м году уже органами наркоконтроля задержаны двое молодых людей по 16 летом, которые были вовлечены в массовое распространение синтетических наркотиков. У одного было изъято 30 свертков, у второго в районе 80. Синтетику тоже так же, как и героин, распространяют путем заклада? В том числе. То есть, в том числе, да? И я знаю, что мы вот в патрульной службе неоднократно рассказывали, сколько лабораторий вы прикрыли, где производят. Да, за истекший год порядка пяти нарколабораторий было задокументировано органами правопорядка на территории Турской области. Я хочу, чтобы вы еще раз напомнили, вернее, еще раз проинформировали, сколько в среднем длится вот такой преступный бизнес по закладкам? Вот этих вот, вот этот расходный материал. Сколько работает? Месяц, два, три? Пока не возьмут. Ну, все зависит от уровня, можно так выразиться, профессиональной подготовки закладчика, да? Ну, в течение месяца, я думаю, что не больше. То есть, вот этот заработок, он очень ограничен. Ирина Валерьевна, еще раз ответственность, ответственность, скольки, да какие, по максимуму дают. Еще раз напомним нашим телезрителям. Ну, ответственность очень суровая, уголовный закон установлен за преступление в сфере сбыт наркотических средств до 20 лет лишения свободы. До 20 лет. В зависимости от количества наркотического средства, да. Ну, как правило, если закладчиком работать, то он имеет при себе несколько сверков, приготовленных к сбыту. Совет суммирует синтетик наркотики очень концентрированные, у них масса там буквально 0,1 грамма. Да, достаточно этого. Да, жирным сказать, так что от вес наркотика, сбыта, от размера наркотика квалификация по сбыту не исключает. То есть, независимо от масс наркотика, который будет продан, передан, угощен, так скажем, знакомый, друг, наступает уголовная ответственность за сбыт. То есть, у тебя нашли, все, ты несешь ответственность. Ну, смотря с какой целью нашли, да, ответственность несешь. зависит от цели обладания наркотиком уже идет наказание. Добавить нужно, что степень наказания такая же, как за убийство практически. По сути, да. По сути, такое есть. Второе, отсидеть нужно минимум две трети срока до подачи документов на УДО. На УДО, а это не всегда тебе удовлетворить. И в-третьих, это сразу строгий режим. Никакого общего режима за сбыт. Ну, женщины, понятно, что женщины на нашей стороне строгие. Женщины исключение. А по всем остальным это строгий режим. Сразу. Саш, мы вот долго, очень долго и принципиально говорили в епархии относительно того, что дальше делать. Что дальше? К единому мнению пришли, да, все понимают, что с этим надо бороться, продолжать эту работу, потому что существует много комиссий, ведомственных и прочее. Что дальше? Какой следующий шаг? Под лежачий камень вода не кичет. Мы должны постоянно вести эту работу. Работу с родителями, работу в образовательных учреждениях, работу через спортивные секции организации. Эта работа должна вестись постоянно, монотонно, круглосуточно. Надписи должны убираться после того, сразу же, как они появились. Новые появились, опять должны убираться, должны люди быть, которые должны это контролировать и быть за это ответственными. Вот, кстати, когда человек видит надпись тоже звонить в полицию, Миша, какой совет? Звонить в полицию или куда? Или звонить в администрацию района? Что, товарищи, как? Или сразу полиция почему не убирает надпись? Можно информировать управляющую компанию, собственника организации, обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования, информировать полицию любыми доступными способами. А если я беру просто, вот у меня есть дома краска, я беру, выхожу, я буду наказана за то, что я убрала эту надпись? Или что, там была красная стена, а я зелёным закрысила? Ну, сделать-то это, конечно, можно, но лучше согласовать, чтобы не портить вид и фасады города. Да, да, не портить вид. Может быть, встречный иск, что именно вы занимаетесь этим нанесением антиквондарного поколения? Да, может быть, я вандал, да. Да, это то же самое. Лучше всё позабо. Здесь есть правовые аспекты. Просто нужно так, что дворник пришёл подметать или убирать снег, увидел, сразу взял краску, пошёл, закрасил. Кто отвечает за эту территорию? Всё, не более того. Ирина Валерьевна, программа к концу. Ваш совет. Это какой Ваш совет на родителям, прежде всего, коль сегодня говорим о подрастающем поколении? Родителям не забывать, помимо трудовых будней, что есть светлое будущее наше, о котором необходимо заботиться сегодня, здесь, сейчас. Или создание благоприятной среды для них, ограждать от, контролировать противоправный контент, которым они крутятся ежедневно, очень много времени в гаджетах проводят, и занимать их время. И, наверное, тоже жизнительную работу всё равно проводить везде. О том, что зло, которое сегодня будет совершено, лёгкие деньги, доступность, наверное, может даже, правда, уважение к труду какое-то воспитывать с малых корней, что, ну, тривиальная фраза, да, любой труд ценен, труд облагораживает, действительно. И большие заслуги карьерные, начать с маленького. Михаил Владиславович, Ваше пожелание, вот как дальше, в каком направлении двигаться? В полном взаимодействии общества и государства по данной проблематике. Понимайте о том, что сама проблема не уйдёт. В любом случае, с данным злом нужно бороться всеми доступными способами. И ещё очень важно понимать о том, что за распространение избыт неминуемо наступит уголовная ответственность. И прежде чем реализовать свои планы по незаконному обогащению, по улучшению качества жизни вот таким преступным занятиям, нужно подумать о том, что будет дальше. Стоит ли оно судимости, привлечение к ответственности и самое главное здоровье. Потому что, как я уже ранее говорил, практически все лица, вовлечённые в незаконный оборот наркотиков, в том числе, те же самые закладчики, они рано или поздно сами начинают употреблять, а это уже зависимость и, как следствие, летальный исход. Хочу сказать самую простую вещь. Что на кону? Здесь на кону жизнь. Кого? Наших детей. Нашего будущего, которое завтра поведёт страну к следующему свершению. Здесь, как у ковида, знаете, с антипрививочниками, на кону жизнь. Можно сопротивляться этому, и непонятно, какие будут последствия, а можно просто проблему решить. Я считаю, решить должны всем миром и помогать, очень самое важное, узкопрофильным ведомствам, которые этим занимаются и стоят на передовой каждый день. Все гражданские общества должны сделать всё, чтобы им максимально в этом вопросе помочь. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Успехов в работе, в очень важной для нашего общества работе. Спасибо и будьте здоровы. До свидания. Спасибо. До свидания.